Товарищ из Африки-1 спрашивает почему то, что написано в отрывках, все, что мы изучаем, несмотря на это, мы все время падаем, когда приходит новое состояние, вместо того, чтобы укрепляться этим. Об этом написано, что несколько раз упадет, тысячу раз упадет праведник и встанет. Тысячу раз упадет праведник и встанет. Не может быть продвижения, подъема без того, чтобы ты вначале упал, почувствовал, насколько ты противоположен, далек. А затем именно над отдалением, падением, что это авиют, который раскрывается, ты преодолеваешь его и получаешь силу, и поднимаешься над тем самым падением. И так ты поднимаешься. И без падений, без неуспехов, неудач нет особой возможности продвигаться. Вы помните пример Баальшемтова? Какие большие падения он получал, что он даже забывал слова, буквы. Настолько бывают падения. И чем больше мы будем продвигаться, мы будем раскрывать состояние, что мы... Я могу рассказать вам, я 40 лет нахожусь в этом. 40, больше? Ну, допустим, 40 лет. И... И я говорю вам, каждый раз отключка, падение просто выкидывает меня из всего, мне стирает все с разума чувства, которые я приобрел вчера. И сегодня это исчезает. И так это каждый раз. И чем больше мы продвигаемся, падение все чаще. И тебе нужно над этим делать более частые подъемы. И твой ритм возрастает. Поэтому нужно только думать об объединении. Если мы все время думаем об объединении, то все эти отключки входят в наше стремление к объединению. И тогда это действует вот так, тик-так-тик-так. Все время все больше и больше, все быстрее и быстрее, с большей чистотой. И тогда человек чувствует, что он продвигается. Но все-таки в каждый момент, когда он продвигается, он чувствует отключку низкое состояние. И это естественно. Это раскрытие зла, которое сотворил Творец. Нет ничего, что исходило бы от нас. Нам нужно только установить этот быстрый переход от падения к подъему. От падения к подъему.